здравствуйте дорогие друзья вот такое необычное начало этого сюжета за окном у нас метет снег я рад вас всех приветствовать ну и несмотря на то что вот есть аварии будем пытаться найти позитив и сделаем в таком необычном формате очередную нашу зарисовку то есть можно смело сказать что это будет влог находимся мы с вами в северной части москвы впереди у нас станции метро тимирязевская над нами монорельсовая дорога которая берет начало или конец можно по-разному трактовать свое начало ну и уходят в противоположную сторону относительно нашего движения в сторону в днх двигаться мы будем по разным улицам хочу показать что происходит в спальных районах города как городские службы справляются с вывозом снега метель за окном идет идет уже не первый день снегу насыпало много ну и за этим мы все с вами посмотрим и заодно узнаем как передвигаются горожане в такую погоду ну и то что нас будет окружать не поедем мы на улицу яблочково сделаем разворот и поедем через дворовые территории и все вы сами увидите в этом году в москве не устраивали привычных новогодних гуляний вы видели некоторые мои зарисовки для тех кто вновь подключился в двух словах скажу что канал у нас о том что происходит в москве параллельно мы с вами делаем какие-то зарисовки прогулки ну и смотрим за всем наблюдаем как меняется москва как она разве развивается но это что происходит собственно говоря и даже в этой поездке вы все сами увидите вот так получилось что пандемия коронавируса вынудила нас всех оставаться в новогодние праздники дома чтобы сохранять свое здоровье поэтому традиционного самого любимого и желанного тематического сезона под названием путешествие рождество так и не было в этом году ну ровно как и других тематических праздников которые могли быть также в этом году в москве но на этот случай на моем канале есть много разных зарисовок как и в прошедшие новогодние праздники так и другие включая и путешествие рождество также доступны и летние осенние зимние всесезонные сезона прошлых лет ну я вас всех приглашаю их посмотреть общую ссылку на все сюжеты я закреплю в комментарии это комментарий будет доступен на площадке youtube потому что выходят мои сюжеты на разных площадках часто делают репосты но вот перейдя на мой канал канал мой называется астин тв вот вы все это то что я говорю увидите там будет удобная навигация поэтому я и ее настоятельно вам рекомендую то есть вы сможете найти все что вас заинтересует значит с левой стороны у нас генчаровский парк выходим мы с вами на впереди у нас поперек будет улица руставели ну и будем двигаться в сторону центра то есть по этой ссылке вы все сможете найти то что вас заинтересует включая и салют и световое шоу а также фестиваль фейнверков поездки прогулки пешие на машине ну и многое другое как и под музыкальной композиции так и с моими комментариями об этом сейчас тоже поговорим ну и давайте еще раз вот стоя в заторе потому что в предыдущих сюжетах вы говорили а где все люди почему их нет там и так далее на темы тоже мы сейчас с вами поговорим ну вот у вас есть возможность поставить вместе со мной в пробках ну и поговорить о многом вот возвращаясь к новогодним каникулам скажу следующее что во время вот этих и новогодних праздников лучше конечно было их проводить с родными и близкими дома и так сделали многие наши горожане но и также и гости столицы где-то народ конечно же было поменьше вот дома можно было посмотреть интересные онлайн программы разные концентр спектакли принять участие в онлайновых всяких шоу мастер-классе что-то поделать своими руками что-то для дома ну или вместе послушать разные музыкальные произведения ну и во многое спасибо тем кто сделал в новогодние праздники все это дело в прямом эфире также и мои коллеги блогеры их сердечно благодарю за их работу за их труд вот они сделали многие зарисовки столицы показали их вам ну и всем им огромное за это спасибо то есть вместе с ними и конечно же вами собралось много новогодних событий которые подготовили и городские службы ну и в основном это было какое-то световое оформление улиц бульваров площадей поэтому мы рады что вы находясь дома или настроить на расстоянии где-то удаленную смогли не упустить некоторые моменты благодаря вот разным зарисовском которые сделали для вас мы и рад что вы посмотрели их и они были с вами в эти праздники москве было оформлено около 4 тысяч крупных новогодних инсталляций конечно же всех их обижать было невозможно вот подсвечены многие торговые объекты здания предприятия разные организации но и в городе установили более тысячи разных новогодних елок были подсвечены и оформлены площади на улице бутырская мы с вами выходим и движемся в сторону от центра здесь у нас станция метро дмитровская немножко проедем здесь хотя можно сделать и по-другому проехать параллельными улицами но для общей картины общего понимания пусть остается этот маршрут значит разные новогодние инсталляции подготовили городские службы где-то и были установлены огромные еручные шары даже диаметром в 20 метров вот на поклонной горе такой один из шаров был и вес его составляет 25 тонн но в этом году конечно же новогодние инсталляции не закупались это вот вопрос к тем кто очень переживает что город тратит очень большие деньги в этом году такого не было то есть были использованы приобретенные в предыдущие года эти инсталляции они все ждут своего сезона их подготавливают перебирают мантии монтируют заново проверяют работоспособность и заново используют в разных других районах города и таким образом есть возможность посмотреть и другим гражданам не выезжая в центр увидеть какие-то вот новые для себя инсталляции и поскольку мы уже записываем сюжет 17 числа выходной день 15 где-то после 15 января специалисты скажем так комплекса городского хозяйства уже приступает к демонтажу основных новогодних украшений и конструкций возможно мы их увидим когда будем проезжать по центру города куда мы с вами собственно говоря и едем ну и как правило то что висит на столбах вот то что называется вот как световые элементы они будут украшать столицу до весны обычно в первую очередь с улиц убирают ели плакаты тематические некоторые объемные декоративные элементы но вот вся вот это вот новогодняя атрибутика в виде гирлянд арк останется на улицах до весны ну это сделано для того что из расчета того что зимой рано темле и световые украшения они служат еще и дополнительным источником света то есть они не только украшают город но и создают настроение как местным жителям так и гостям столицы ну и теперь позвольте немножечко прокомментировать о том что у нас происходит за окошком как я вам сказал по батарской улице мы с вами едем вот с правой стороны у нас загс ведутся работы по обновлению вообще многое что обновляется в городе я постоянно об этом рассказываю показываю вам впереди у нас савеловский вокзал где кстати говорят тоже прошли огромные обновления тут получился с такой транспортно-пересадочный узел добавили отдельную ветку ну вообще то что происходит в городе порой мы местные жители не поспеваем дуа в каком темпе это все происходит вы можете в принципе взять десятилетней давности карту москвы и просто посмотреть даже по подземному городу по подземке московской как изменилась метро ну практически она изменилась она стала в два раза больше и об этом можно смело говорить вот так вот работают сегодня та команда которые люди по-разному относятся но об этом мы тоже с вами поговорим и над нами третье транспортное кольцо мы выходим на новослободскую улицу которая у нас будет впереди направо уходит ряд автомобилей вот в таком небольшом потоке вот куда повернута камера это в сторону белорусского вокзала мы с вами тут тоже делали отдельные зарисовки движение сужено светофоры поток большой ну и всем конечно же куда-то нужно поэтому собственно вот для нас может быть многие зададут вопрос почему не чищены улицы на самом деле чищены почистили их службы и получается так что даже вот я сегодня выезжая допустим ездил в магазин почистил свое место съездил магазин купил продуктов приехал обратно и уже заново чистил лопатой снег то есть метет очень сильно поэтому вот в таком онлайном формате вы можете посмотреть то что происходит за окном и ряды техники колонна на конечно же здесь не раз выполняли свою миссию но тем не менее проходит ничтожное количество времени и минут и собственно говоря нужно опять заново проходить но поверьте мне что научились научились быстро и слаженно работать как правило создаются такие мобильные группы в которые входят до 15 человек с лопатами скажем так которые моментально первую очередь в районе остановок общественно-городского транспорта вычищают на проезжую часть снег далее грейдерами делают огромной кучей которые потом в последующем когда подходит колонна убираются таким образом то есть нету заторов конечно же движение сужено но благодаря слаженным действием властей которые мы какое-то время не поддерживали вот эти вот полосы отдельные которые запрещены для остановки и стоянки транспорта они освобождены и вот их часто используют при вот таком снегопаде как резервную полосу для как раз скопление вот этих вот осадков в данном случае снега и собственно говоря если бы сегодня вот даже в такую погоду эта полоса была бы занята вот транспортом который находится даже во время нашего движения с правой стороны то конечно же и полоса была бы занята и снег был бы девать некуда поэтому есть очень много плюсов и собственно говоря вот до нашего мэра до прихода его город уже нуждался в первую очередь во внимание дорожном потому что практически он стоял честно скажу что сам я добирался в то время на автомобиле на работу у меня получилось так что мне нужно было добраться и северной части в южную ну и также я из южной в южную ездил когда не было много хордовых сообщений ранее проживая в другом городе точнее в другом районе хотел сказать москвы и получается так что мой путь составлял примерно что с южной стороны в другую южную территорию 25 километров 23 километра а вот с северной части 25 километров сейчас вот минуточку попрошу вашего внимания то есть я вырезал чтобы мы просто не стояли в пробке вот с противоположной стороны пробку и выехали мы на садовое кольцо которое вот выглядит вот так уйдем на петровку и будем двигаться с вами в сторону пушкинской площади ну хочется многое сказать и прокомментировать то что за окном чувствует не хватает поэтому буду добавлять наверное сюжет и комментировать и название улиц и то что нас окружает мы многое говорили над тем просто не хочется повторять сопровод в данном случае здание бизнес-центра там так далее вот но найду время и тоже дополнительно прокомментирую так вот возвращаясь к теме уборки да скажу что вот город стоял и затрачивая 25 путь на 25 километров где-то в среднем да то есть у меня уходило утром около двух часов а обратно от трех до пяти вот но это когда совсем уже грустно в 5 да но в среднем где-то около 3 от в диапазоне от 3 до 4 и вот вы себе только представьте если утром в среднем до ну полтора два плюс допустим пускай там но округлим до трех часов до вот пять часов времени просто уходила на дорогу концу дня когда ты пять дней подряд проедешь с такими простоями да ты умножаешь просто даже пускай это будет 454 это 20 до вот рабочий день это восемь часов и ты понимаешь что в неделю ты работаешь не пять дней семь с половиной конечно же физически устаешь плюс разные ситуации на дорогах бывает поэтому как бы я пересел честно скажу на подземку и был очень рад во первых я мог оставаться с вами отвечать на ваши комментарии мобильно что собственно говоря всегда делаю ну а в воскресные субботние или вечернее время уже пользовался вот так вот автомобилем но с правильными действиями потихоньку потихоньку эти пробки рассосались скажем так и вот вы видите движемся мы с вами в районе 6 вечера что происходит на улицах конечно же да даже причем обратите внимание даже трудное время для мегаполиса это как раз вот такие нагруженные дни когда идут осадки добрались мы с вами до пушкинской площади с правой стороны стоят новогодние инсталляции и вот куда повернута камера там у нас проходит тверская улица в которой мы тоже с вами делали ряд зарисовок но подиум нас идет кинотеатру поперек проходит бульварное кольцо мы с вами делали много разных зарисовок как с этой стороны так и с противоположные с комментариями с озвучкой из наименованиями самих бульваров и то что их окружает как они называются все это можно найти тоже на канале но люди просят сделать и прогулки пешие поэтому естественно мы постараемся это сделать в целом вот бульварное кольцо она подсвечена подобным образом с левой стороны вы видите разные меняющие свои цвета световые установки скажем так и в округе вот примерно такие здания старой москвы живые есть и офисные окружают нас ну по всему бульварному кольцу конечно же мы не поедем если в эту сторону мы будем двигаться то мы выйдем в сторону котельнической набережной где стоит знаменитая сталинская высотка ну а если будем двигаться в противоположную сторону то выйдем к храму христа спаситель ну собственно говоря мы проедем мимо храма и даже немножко затронем и бульварное кольцо который я вам там покажу ну в общих чертах в принципе понятно как она выглядит вот в эту всю зимнюю сыровую погоду ну и уходим на право значит улица нас выведет в сторону большого театра и центрального универмага москвы постонародицу ну и вот такие вот новогодние подсветки инсталляции в принципе развешаны по всему центру города вы это уже наверно в предыдущих сюжетах видели поэтому комментировать наверное смысла нет но тем не менее чем ближе к центру тем они наряднее скажем так движение здесь односторонние и обратите внимание что в начале сюжета нас сопровождали с вами сугробы которые оставляли снегоуборочная единица техника здесь их меньше почему потому что ну всегда получалось так что колонны техники начинают свое движение от центра в область и вот нагребая вот такие вот сугробы освобождают улицы и вывозят из центра снег поэтому здесь его на самом деле меньше несмотря на это за окном он собственно говоря вот такими формами присутствует так получается что интенсивность уборки ну как туристич туристических улиц объектов маршрутов как угодно можно воспринимать властями охватывают вот внимание больше да скажем так и получается так что весна у нас в москву приходит в центр гораздо раньше чем в окраине то есть она уже здесь ощущается там не побоюсь сказать ну в конце уже наверно февраля но мы посмотрим это все зависит конечно же от осадков но вот так тщательно убирают центр параллельно относительно нашего движения с правой стороны проходит одна из основных улиц тверская ну а движемся мы с вами театральному проезду который у нас будет впереди вот сквозь вот эти вот затор чеки затор чеки создают и припаркованные автомобили сужая дорогу также сугробики ну и светофоры потому что поперек здесь очень много пеших маршрутов по которым передвигаются люди но также много здесь и административных зданий в которых работают горожане ну и исключить исключить в такой вот момент отсутствие пробок ну то есть это невозможно чтобы их не было поэтому вот так вот вместе со мной вы простаиваете где-то конечно же я убираю вырезаю чтобы не мешали нам нашему проезду как вот в предыдущий момент я это сделал чтобы мы просто не видели впереди стоящую машину ну и условно по 10-20 минут на нее смотрели с левой стороны у нас петровский пассаж где делали мы с вами зарисовку новогоднюю как он был оформлен также вы это все дело найдете ну и поперек проходят камергерский переулок который красиво оформлен 50 там новогодние инсталляции ну и собственно говоря центр все первые этажи прилегающие магазинчики они собственно говоря вот так вот были оформлены к сожалению получилось так что в этом году и фастфудные зоны и рестораны и вот общественного питания точки они были ограничены во многом что-то не работало что-то работало на прием но таким образом чтобы люди рассаживались дистанционно но имея какую-то дистанцию между собой вот поэтому все жестче и жестче к ним относились и ограничили до 23 работу но несмотря на это соблюдали всякие меры по безопасности но и удалось все таки этому бизнесу как бы не совсем прекратить свою работу вот многое было сложно то есть испытывала многие бизнес испытывал какие-то проблемы но я рад тому что прошли мы наверное основной этап вот этих сложностей и преодолели вот так вот выглядит противоположная сторона центрального универмага москвы и вот так вот он выглядит в оформлении таким подарком всегда он красив в это время но с правой стороны это торец большого театра сейчас подальше мы его увидим с лицевой стороны ну и уже появляются здесь новогодние инсталляции которые мы с вами видели моих сюжетах значит впереди у нас движение театрального пароезда и так вот выглядят стояночки это как правило автомобили которые прибывают либо центральный универмаг москвы но там есть правда тоже своя стоянка внизу подземная также здесь вот вы видите малый театр но и большой театр в основном эти машины останавливаются здесь и посетители и тут вот в эти места на самом деле в центр лучше добираться не на автомобиле а на общественно-городском транспорте либо такси вот тогда у вас не будет проблем где найти машину и оставить ее потому что здесь честно скажу с этим есть некие трудности что есть то есть параллельные прилегающие улицы с красивым оформлением малая большая дмитровка это все тоже красиво оформлена ну и световые конструкции на столбах как я и говорил до этого что чем ближе мы движемся к центру тем они становятся мощнее центральный детский магазин ранее назывался как центральный детский мир сейчас ничего общего с центральным детским миром он не имеет называется как центральный детский магазин ну и уже знакомая вам площадь лубянская площадь демонтирует как раз то о чем я вам говорил большие ели но вот световые инсталляции которые вот в окружении остаются до весны и будут радовать горожан местных жителей гостей столицы ну своими яркими разноцветными огоньками вот эти вот все арки тоже доступны наших роликах здесь мы гуляли проходили и китайгородский проезд у нас будет перейти а с левой стороны у нас политехнический музей есть у нас и на эту тему зарисовки но не зимние уже в теплое время года уходим вниз станция метро китай город здесь и с левой стороны бульварчик а с правой стороны это административное здание госслужащие здесь вот выполняют свою работу и как вы заметили вот по ходу нашего движения стоят знаки запрещена здесь остановка и стоянка и собственно говоря с правой стороны точно также попасть туда нельзя потому что эта территория принадлежит этим как раз зданием где есть своя закрытая парковка поэтому оставить здесь автомобиль свой очень сложно вот о чем я и говорю что лучше добираться сюда на метро здесь вот есть станция выход метро ну и вот внизу конечная автобусов также может сюда общественно-городским транспортом добраться причем совершенно с разных районов и вот прибыл прибывает они сюда такой мини вокзальчик скажем так ну вот выход из станции метро по правую сторону если бы мы повернули уж либо к васильевскому спуску кремлю но будем выходить на москварецкую набережную с правой стороны китайгородская стена за которой находится парк заряди ранее находилась гостиница ее снесли и вот путин наш президент попросил сделать здесь не гостиничный комплекс а организовать парк его сделали выглядит он вот так вот концертный зал сохранился а все остальное это вот как раз парк заряди но судить вам хорошо это или плохо с моей точки зрения это хорошо потому что если бы ранее здесь находился гостиничный комплекс то кроме того что туда попадают гости столицы и все то есть те кто там проживает больше по этой территории вряд ли бы кто-то смог ходить уж тем более оставлять свои автомобили но и пользоваться какими-то дополнительными услугами потому что здесь на территории парка их много здесь есть и очень интересный фастфудный огромный комплекс и концертный зал и какие-то дополнительные развлечения и подземная стоянка ночью очень много ну и как красивый ландшафтный красиво оформленный парк парящий мост виды на сам город в общем намного разумно и намного правильно скажем так вот власти города при поддержке президента распорядились этим клочком земли и собственно говоря не стали возводить здесь какое-то фундаментальное здание которое выполняло бы функцию гостиницы вот потому что в округе их в принципе и так много даже вот там где мы с вами проезжали в районе театрального проезда там тоже есть большая огромная гостиница но и был бы наверно не совсем правильно чтобы кремль сковывали большие здания гостиниц это не совсем правильно вот поэтому распорядились верно считают так итак у нас набережные заторчики вот так вот мы кстати говоря пробираемся по городу выбираем свои маршруты навигационные системы ведут совсем по-другому поэтому ну основываясь на свой опыт пробираемся вот мы уже знакомыми нам маршрутами не теми по которым ведет вот как раз навигационная система она как правило ведет по основным москворецкий мост большой отреставрирован обратите внимание как его сделали во многих моих сюжетах как раз он попадал в стадии ремонта и вот законченный вид его такой ну и стены кремля васильевский спуск все это выглядит в свете огней и сугробов примерно так и конечно же противоположная сторона откуда открываются живописные виды на сам кремль доступно на аппарат на 9 мая эти территории все закрыты даже прилегающие с противоположной стороны вот как правило здесь возле стен кремля ставят орудия то есть пушки они дают свои залпы вот поэтому здесь находиться будет будет запрещено в это время также в репетицию парада потому что здесь идет часть тяжелой техники параллельно относительно нашего движения с противоположной стороны но уже не на набережной а еще параллельно в сторону болотной площади проходит быстрая колесная техника которая выстраивается уже на большом каменном мосту который у нас будет впереди и догоняет вот эту вот колонну гусеничную которая движется здесь вдоль кремля это для информации потому что на канале есть сюжеты и на эту тему если вас это заинтересовало то обязательно ищите там вы видите что стены кремля находятся частично в лесах тут проходят реставрационная работа то есть на 9 мая ремонтировалась сторона со стороны васильевского спуска где-то мы с вами делали зарисовки прошлогодние в начале года со стороны васильевского спуска и вот так вот по кругу работают огромная бригада которая ну поддерживает состояние обновляет кремль заторчики есть никуда не деться ну тем не менее можно постоять здесь и показать вам то что происходит за пределами автомобиля пытался вытаскивать руку на дворе у нас температура до минус 20 поэтому долго камеру держать тяжело вот окошки открываю хочу чтобы влаги как между меньше было на стекле но не получается то есть поэтому вот таким образом будет у нас эфир и с капельками и щетками и даже иногда проскальзывает сетка с обогревом стекла он включен и добавляется к этому еще пар но тем не менее мне кажется что такой формат он тоже интересен потому что у вас возникает полное ощущение того что испытываю я в эти моменты сам рулю сам снимаю конечно же по помощь если бы было было бы намного лучше хотя бы со стороны водителя ну как есть что есть вот автомобили ушли в сторону охотного ряда и также нового арбата но мы с вами движемся дальше впереди храм христа спасителя а над нами был большой каменный мост который находится также на ремонте я надеюсь его к лету может быть к окончанию летнего сезона уже возведут и сделают таким же красивым как и москворецкий новогодние инсталляции на набережной ну и движемся с вами дальше в сторону фрунденской набережной среди ваших наших зрителей один из распространенных вопросов по поводу музыкального сопровождения я стараюсь отвечать кто читает комментарии тот ответ на эту тему уже слышал значит все музыкальные композиции патриарши мозг все мы музыкальные композиции которые хорошо нам известны из добрых русских сказок хороших фильмов новогодняя тематика потом какие-то концертные программы эстрада наша я понимаю что они есть я знаю об этом есть великие произведения но к сожалению использовать на площадке ютуба их нельзя почему потому что это авторское право которое защищено либо правообладателем либо медийной компанией которая представляет этого автора поэтому собственно говоря у нас есть не очень распространенная библиотека музыкальных произведений которые мы используем если я в каждый сюжет буду скажем вставлять джингл бэнс который вам так нравится вот то наверное это вам надоест поэтому я использую разные произведения которые доступны в этой библиотеке но к сожалению их очень сложно подобрать это одна из самых тяжелых ну скажем так позиции или действий в создании сюжета которая бы подходила бы ему поэтому используя тот материал который есть получается вот такие поэтому если кому-то что-то не нравится есть два варианта либо выключить звук либо если кто-то обладает какими-то способностями творческими прислать скажем так музыкальное произведение которое я в последующем использую но если вы конечно же позволите это сделать вот поэтому я это не шучу на самом деле говорю ну и вот есть у меня возможность на эту тему еще раз публично ответить для тех кому интересно тех кто смотрит и этот сюжет вот вопросы про проблемы других регионов которые вы точно так же затрагивать и прочее чтобы я куда-то съездил и осветил проблемы других регионов тоже частые вопросы темы чем я никуда не собираюсь ехать я родился учился живую работу здесь снимаю о своем городе вот и собственно говоря освещаю то что меня окружает никогда не прошу что-то оплатить с вашей стороны вот и а хотя и и поездки и стоянки которые стоят центре города в районе 320 рублей за час и эвакуации штраф они все-таки имеют место бить и все это делаю собственно говоря своим желанием вот не попрошайничаю и собственно говоря к чему это все виду вот то есть у меня возникает вопрос если вы предлагаете мне поехать в какую-то глубинку скажите а что в этой глубинке нет людей которые но могут тем или иным образом осветить проблемы своего района вот они надеются на что что за них это кто-то сделает никто не будет это делать то есть получается так что она погулять находится там пиво попить с рыбкой что часто попадает в разные сюжеты эфиры вот а даже время есть на по бездельничать а взять простой телефон начать снимать взамен попойки это что на это времени конечно же нет так вот я вам скажу следующее что я найду что поснимать в любом месте вот для меня каждое новое дерево кустик или какой-то убранный мусор это достижение о чем я постоянно рассказываю хвалю тех кто это делает включая гостей столицы местных жителей администрацию вот не говоря уже про остальное вот я это и там найду и покажу вот вот то что это не делают другие люди для меня странно вот того и глядя что если вот кто-то освещал бы то и местная администрация или городские власти будут просить и благодарить за освещение а может быть и наоборот даже приплачивать что мне освещал ну конечно же здесь я шучу но смысл один не надо сидеть сложа руки вот надо что-то делать надо пробовать рассказывать снимать нет ничего проще если вы находите время а также возможность написать через комментарий знать что у вас есть и телефон и интернет так что все в ваших руках вот а я буду делать то что я и делаю своем родном городе вот который ни с кем не сравниваю вот включая развитые страны потому что он не сравним потому как он для меня родной . вот я считаю что я ответил на этот вопрос и думаю что каждый должен принять какое-то участие в своем родном городе и освещать те или иные моменты о чем он посчитает нужным вот в рамках своего хотя бы проживания уж не говоря уже про город в котором ты живешь родился и учился значит фрунзенская набережная позади нас был фундаментальное здание министерства обороны мы тоже с вами делали зарисовки часть инсталляции там уже убрали но тем не менее наших сюжетах это есть вот теперь про затрону такую тему точнее затрагивают зрители про грязь порова власть про всякие там траты ну собственно говоря это уже рассказал но про любимую тему плитку вот я скажу так что уже говорил на тему подземного города метрополитен как он быстро развился ну и скажу следующее что не поленитесь наберите что строится в москве посмотрите сколько объектов одновременно по всем районам города меняют свой облик восстанавливаются строятся хордовые сообщения улица убираются провода идет оптоволоконные соединение световое навигационное видеонаблюдение системы безопасности но и много многое другое все это требует дополнительных действий одновременно это сделать нельзя почему потому что освобождаются объекты какие-то аварийные объекты и много многое другое и для того чтобы проложить те или иные трассы а также нагрузки когда возникают целые дома на тех местах где там было по два-три этажа возводит 5 6 7 и выше вот то собственно говоря и мощности должны другие поэтому все это дело одновременно сделать невозможно поэтому где-то плитку снимают прокладывают закрывают вот и не собянин это делает это делают и застройщики совместно с властями договорившись вот в целом развивают город здесь я увидел что застрял человек и ненадолго покинул вас помогу да все получилось вот так получается что голосом я записываю потом какие-то подрезаю моменты где-то и звуковые части ну вот надо помогать и так про должен про планы планов строить не хочется почему потому что каждый раз что-то новое и когда вот что-то планируешь по съемкам вот люди обычно просят зрители показать тот район или ту улицу обычно да 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 когда я буду там я поснимаю но получается так что либо какие-то мероприятия резкие какие-то движения в городе отсутствие движения ну перекрывает эти планы поэтому потихоньку потихоньку но мы нарастим ту библиотеку которая у нас есть про продвижение канала в двух словах скажу следующее ну мы находимся с вами на американской площадке продвигать в санкционных условиях площадку точнее тему где на головной страничке кремль внутри красота и развития города мягко говоря не будут вот поэтому все благодаря зрителям благодаря поддержке благодаря рекомендациям у нас есть и я благодарен вам за это что вы делитесь моими сюжетами нас уже много более 10 тысяч постоянных зрителей нас смотрят 60 стран мира общее количество почти там 3 миллиона просмотров разных сюжетов это небольшие цифры но тем не менее я рад тому что у нас есть и это благодаря вашим действиям вот вы помогаете продвигаться и я рад что тот канал который я когда-то завел в разрез разным сми желтым которые рассказывали о том что здесь очень плохо ну то есть дело доходило до абстракционизма что в центре города у нас бегают петухи и куры что туалетов у нас нет стоят деревянные сараи вот ну и много многое другое вот теперь меньше таких разговоров меньше слов дураки и дороги вот благодаря тому что вот за окном происходит то есть язык за окном происходит правда и против нее идти уже гораздо сложнее вот даже здесь собственно говоря многие говорят что ты снимаешь только да нет я снимаю по чуть-чуть все и даже здесь то есть без вырезок вот мы движемся все эти маршруты вам знакомым можете отследить по карте вот район фрунзенской с правой стороны фрунзенской набережной вот она техника как она убирает пешеходные дорожки что происходит на улицах если грязь значит грязь если снег значит снег если уборка значит уборка я не превзят к этому обратно шусь меня не просят власти снимать одно и не показывает другое все вот можно сказать в онлайн режиме так как есть вот как раздание министерства обороны с противоположной стороны вот ну про оппозицию вечно недовольных два слова скажу что ничего они не сделали они только очень много говорят а когда ты говоришь о том что но как же что твой лидер которого ты продвигаешь сделал говорит когда к власти придут тогда увидишь а как же так при оппозиции были же эти люди которых продвигают к которых так хорошо говорят которые придут вот город например после таких разных деятелей 10 лет только очищали от плакатов от самовозведения от всяких ларьков от просрочки вот от всяких вот этих вот запрещенными вещами кто торговал там и так далее вот 10 лет потратили на это вот восстановили и пришли к точке от которой будет развиваться город вот так вот это все сейчас выглядит вот а те оппозиционеры о которых говорят что они завтра придут и все сделают так они были у власти и горбачев и чубайс и фурсенко и пономарев и шохин это не просто какие-то там партии почему гудков цурков явлинский даже немцов и касьянов и рыжков они были власти что они сделали у них были все возможности это сделать 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 этот прорыв о котором они говорят но они этого не сделали поэтому говорить об этом бессмысленно потому что ну я во всяком случае знаю что происходило вот и вы об этом знаете и пусто сказанному пустозвон я просто не верю вот а то что сейчас происходит но вы можете сравнить вы можете зайти на любой поисковик набрать любое время которое вас интересует и сравнить с тем что сейчас многие удивляются жители удивляются местные люди как кто живет за городом приезжает удивляются те кто надолго уехал из страны удивляются наши покидали эту страну по разным причинам вот одну а сейчас она выглядит по-другому я рад что такие зрители у меня есть которые поддерживают все то что здесь происходит как и сами местные жители как и гости столицы так и те кто болеет душой и сердцем за город за его развитие то что в нем происходит и я вот рад что слышу это вижу и чувствую в комментариях которые потом меня заряжают на последующие сюжеты таким образом мы с вами сделали петлю я хотел уйти на садовое кольцо но она была в пробке поэтому выбрал вот такое движение заодно покажу одну из самых дорогих и красивых улиц которая выглядит вот сейчас вот так впереди у нас будет храм христа спасителя с противоположной стороны и бульварное кольцо которое свое начало или конец на хоть получает здесь то есть по-разному говорят вот но я обещал в начале сюжета и это находится здесь вот формально поперек проходит бульварное кольцо здесь тоже мы делали разные с вами зарисовки с противоположной стороны и здесь и по бульварному кольцу и вокруг храма христа спасителя то есть все это есть и патриарше мост то что происходит с противоположной стороны так что переходите смотрите будьте с нами ну и конечно же буду вам рад и признателен за вашу поддержку ваши воспоминания которые дорогого стоят они бесценны скажем так как проходила ваша юность детства что вы чувствуете испытываете в момент сюжетов но не только моих но и других блогеров всегда приятно почитать ответить не всегда я могу размашисто это делать но когда нахожу время то с удовольствием отвечаю и сам многое воспоминаю вспоминаю из своего детства вот которое прошло советское время ну и собственно говоря во многом с вами согласен вот такая у нас произошла с вами очередная поездка сделали вот такой необычный сюжет который в своей сути простой ну и на этой нотке я буду с вами прощаться но ненадолго потому что впереди еще будут новые сюжеты вот символ нового года цифра 2021 не прощаясь с вами всего лишь говорю ну а пока пока а и и Субтитры подогнал «Симон»!